и все-таки да если говорить о том с чего стоит начинать вообще в принципе пассивный доход эта история когда у вас уже есть капитал то есть когда капитал сформирован в принципе понимание того что задача человека в момент с течением времени перевести свой активный доход инструмент получения пассивного дохода это можно делать исключительно посредством инвестирования то есть у вас должны быть деньги то есть в любом случае нужно сокращать расходы в любом случае нужно покупать активы и здесь возникает вопрос что для этого нужно делать и как баффетт говорит история которая лично мне нравится кто такой капиталист капиталист это который покупает чтобы продать кто такой эксплуатируемый класс это тот кто продает чтобы купить вот если взять человека который ходит на работу да кто он капиталист или эксплуатируемый класс да то есть и которого эксплуатируют задаем все вопросы мы что делаем если ходим на работу мы продаем свое время чтобы купить холодильник то есть мы продали время получили деньги чтобы купить холодильник машину квартиру в ипотеку. То есть мы, по сути, получается тогда эксплуатируемый класс. Человек, который платит нам зарплату, собственник компании, в которой мы работаем, кем он является, он покупает, чтобы продать. Он покупает у нас наше время, у людей, которые ходят на работу. Соответственно, мы в процессе своей трудовой деятельности создаем нечто, товар или услугу с прибавочной стоимостью, и капиталист это продает. И в чем уникальность вообще системы инвестирования как раз таки в том, что покупка акций позволяет со временем, работая по-прежнему, то есть являясь эксплуатируемым классом, становиться капиталистом. Стать капиталистом немножко. То есть причем люди считают, что для этого требуется много денег. Но опять-таки, чтобы стать акционером Газпрома, нужно там 2000 рублей. Чтобы стать акционером Сбербанка, нужно 2000 рублей. Но я говорю минимальные лоты, чтобы на бирже это купить. При этом даже купив акции Сбербанка на 2000 рублей, ты становишься акционером, собственником Сбербанка, где работают порядка 300 тысяч человек по всей России, создавая прибавочную стоимость, создавая капитал для акционеров Сбербанка. И соответственно, вопрос в том, что вот и базис, да, то есть вот эта вот история, где я создаю капитал своим детям, он же на этом и базируется. То есть фактически сейчас я на себя взял функционал, что я детей делаю капиталистами. То есть я выделяю там по 7, там не по 7, а получается, по 8 долларов в день на то, чтобы на 8 долларов они становятся капиталистами. Вот в этом история заключается. И вот как раз именно этот механизм позволяет со временем, с течением времени перевести свой активный доход в пассивный. Если этого не делать, мы получим то, что получим, да, то есть мы опять будем, у нас будет щемить сердце, когда мы будем видеть бабушек-пенсионеров, да, которые покупают хлеб и молоко на кассе. Нелегко достанется там и родителям, которые рассчитывают на пенсионное обеспечение. Ну, потому что, а, не было инструментария перевода из своего активного дохода в пассивный. То есть на это вроде бы по идее должна была сделать пенсионная реформа, чего не получилось. И если в принципе этого не делать, если об этом не задумываться, то в принципе ничего и не будет. И в этом случае, пока ты молодой, философия, связанная с тем, что ты покупаешь акции роста, прекрасно работает. А когда ты преследуешь эту стратегию, делаешь ребалансировку портфеля. Испомнился день рождения, и все, ты себе сделал подсыл ребалансировать портфель, да, то есть у тебя должно увеличиться на 1% доля консервативных инструментов, доля акций должна на 1% сократиться. В акциях, соответственно, у тебя на 1% должна вырасти доля акций стоимости, на 1% должно сократиться акций роста. И все. И ты проходишь очень легко и комфортно этот путь, без каких-либо заморочек. Другой вопрос, что опять-таки для новичков все-таки это, наверное, индексное инвестирование. Для более продвинутых людей и развивать свои знания умения. В области выбора ценных бумаг, если нет для этого времени, да, ну, но самый простой инструмент это присоединиться к тому, что делаю я для детей, да, при условии, что у вас отзывается концепция, что вы хотите маленькими шагами создать капитал, то есть фактически капитал в 1 миллион долларов, инвестируя по 8 долларов в день. Максим, да, у вас же есть и бесплатный вебинар, вот такой стартовый, где можно что-то на эту тему узнать. Как стать, вот я даже страницу открыл, как стать долларовым миллионером за 8 долларов в день? Можете в двух словах рассказать про это? Ну и в финале я еще один вопрос вам задам. Да, в двух словах история достаточно проста. С 2005 года я, соответственно, в области управления капиталом, на фондовом рынке в том числе, и встал вопрос, что я хочу. Ну, то есть это публичный эксперимент, который я делал в том числе для своих детей. Что у меня было очень много учеников, которые говорили, Максим, все, что ты говоришь, это классно, а инструментарий даешь классно, но тем не менее это все равно активное действие. То есть выбрать бумагу – это активное действие. Это надо считать, сравнивать. Прочитать отчет – это активное действие. То есть я айтишник, то есть мне платят хорошую зарплату, там, 500 тысяч в месяц. Но я занимаюсь, я с этим делаю, то есть мой активный доход, я зарабатываю здесь больше. То есть сделай что-нибудь простое. То есть вот я согласен, все, что ты делаешь, следовать этому. Соответственно, здесь, получается, сошлись, что называется, звезды. Вот этот вот 3D-пазл сложился. Очень просто, очень дешево, очень понятно. И идея создать своим детям капитал в 1 миллион долларов, вкладывая 8 долларов в день. Человек по принципу follow me – следуй, как я, не надо ничему учиться, обучаться. Просто я делаю для своих детей, человек следует за мной, повторяет это. Опять же, чтобы разъяснить, как это работает, я регулярно провожу вебинары, где я объясняю, что это такое, какова была моя мотивация, сколько это стоит, какие концепции внутрь данной системы заложены, почему я уверен, что это сработает. И, мало того, даю даже калькулятор. Человек просто сам может забить свои параметры и понять, достигнет он этой цели или нет. Всегда делаю это бесплатно. Если людям отзывается, если это интересно, что называется, буду только рад. Редактор субтитров А.Семкин